Да, я на видеороликах видел, это учитель, учитель ваш, да? Да, он, варт, он составляет музыку, и мои стихи, где-то, наверное, стихотворение 80, положил на музыку и поет, это он поет. А, я слышал некоторые песни, да, хорошо. А это Володя подошел, вот он снимает, подойди, 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 зайди с этой стороны, чтобы видно было. Ну, видно. Они, сегодня, температура сегодня у нас сразу упала ниже, это, выше нуля, и везде потекло, и надо от дома откинуть снег. Они сейчас ходили, снег откидывали, от храма и от дома. Так у вас сейчас там морозов нету? Вот с сегодняшнего дня нету, с сегодняшнего дня, первый день. Плюс 8, наверное, было. Плюс 8 было, а вчера только все еще минусовая была. Батюшка, пошел. Ничего себе, такие резкие перепады сейчас начинаются, значит, да? Так, Женя, вопросы? Ага, так, ну вот, значит, с этим все понятно. Спасибо, Игнатий Тихонович. Еще вот, я насчет книг вам там написал ВКонтакте, вы ответили немножко. Я вам писал, книги вот 38 томов и три книги Нового Завета, они входят туда в 38 томов? Да, в 38 книг все входят. Вы мне давайте сейчас адрес со всеми данными, и я вам вышлю. А я адрес написал, еще сейчас так сказать, что ли, да? Вы мне ее в Мейл.ру или где-то там напишите индекс, все точно, что было. ВКонтакте я написал, но я там написал, что... ВКонтакте, там работают другие, перекидывают, там может застрять. Я ВКонтакте не бываю. Работают модераторы, и они меня оттуда перекидывают. В Мейл.ру зайдите, Мейл.ру, знаете? Да, да. И, Игнатий Лапкин, зарядитесь, себе страничку сделайте, фотографию поставьте. И на меня тогда мы будем переговариваться, попросите, друзья. Ладно. Все, и я вам на той неделе все книги вышлю. А будет, когда деньги постепенно накопите, книги кончаются, вы правильно сказали. Вот, да, да, да. Я вот так беспокоен. Какой тут экземпляр? Все, тысяча экземпляров. Тысяча экземпляров. А у меня только за два года, так, если... 360 экземпляров я только библиотекам подарил. За два года. Сейчас спрашиваю. И вот у меня такое желание просто обрести ваши книги, но пока финансы не позволяют. И вы хоть оставьте для меня вот, ну как так? Я могу только послать, оставить никак. Я прямо сразу к вам запечатаю. Это две коробки и два пакета. Вы цену все знаете. Я вам показывал. Да, да, да. Цену и за переправку. Пересылка сколько стоит? Ну там может быть тысячи, полторы, две. Это ничего не значит. Вот так. Вы потому что в России находитесь. Дорого в Украину, в Белоруссию. Очень дорого. Там прям такие цены ужасные. Посылать. Так, договорились. Вы на меня выходите. Прям сегодня же постарайтесь зайти. Я уже, я не я отправляю, отправляет старшая сестра. И мы уже отберем. Завтра уже наложим. И может быть завтра уже увезут. И вы на этой неделе на следующей уже будете книги иметь в руках. Хорошо. Спасибо, Господи. Спасибо. Потому что я вижу, что вы ревнуете. Вы желаете. Вы только не отрицайте, что я вам говорю сразу. И каждый раз, когда хотите что-то узнать, старайтесь ближе держаться к священнику. Просите его благословения. Одним никуда не ходите, никаким эритикам. Потому что душа ваша уже была в этом капкане. Вам легко попасть туда. Сатана будет тянуть и тянуть. Ясно, ясно. Хорошо. Понял это все. У меня опыт 51 год. 51 год занимаюсь миссионерской работой. И я один никуда не хожу. Как правило, это несколько человек. И остальные сидят и молятся. Все-таки... Да, вот еще вот. Вы хорошо вот это. Тогда сказали, как вы проводите по дворам, по домам. Да. В каждый дом заходите на 2 минуты. Да. Потом дальше, дальше. Чтобы как можно больше людей охватить. Потом собираем на стадион или в клуб. Договариваемся заранее с администрацией. В 3 часа собираемся. Во-первых, мы оставили Евангелие. Мы раздали больше 30 тысяч евангелий. Это мы сами достаем. Ну, а кто приходит, тем дарим Новые Заветы. И в каждой библиотеке... Ну, я просто автор. Я дарю книги, все свои книги. В каждой. Оставляю на 75 евро или 20 тысяч 100 рублей. В каждом селе, где мы бываем, районное село. В каждом городе. Ну, а такая, как Москва, это Ленина библиотека имеет мои книги. Дальше историческая библиотека и парламентская. Вот в Киеве национальная и парламентская. В Харькове, в прошлом году мы много поездили по Украине. Мы обошли весь Крым, Севастополь, Симферополь. И когда сейчас что-то говорят, у меня перед глазами это все. А нынешнее, если будет путешествие, самое длительное. Самое продолжительное по времени, по расстоянию и по стоимости. Это очень дорого. Я примерно, прикину так, примерно нам нужно 800 тысяч. Потому что евро. И Господь как-то сделает. Ничего не имея, мы обладаем всем, Павел говорит. Я в это верю. Сейчас там нашлись люди, которые прорабатывают приглашение. Мы получили из Германии уже. Страховка Германии заплатила за нас. Теперь из Англии. Она в шенгенскую зону не входит. И все будет как надо. И тогда мы эти материалы выстоим. Встреча с людьми, а нам счетом долго-то. Мы остановимся на день только в Германии. Помыться там наши родные живут. У меня племянница там. Ну и может быть еще где-то. А так мы летим. Мы за месяц должны обойти все, что намечено. И выскочить в Россию. Ну а дальше опять, если у нас будет ставка в Смоленской области или в Калужской. Опять приезжаем. Помылись. Опять целый день мы только закладываем. Это надо 25 экземпляров по 38 книг. И дальше уходим на север. Мурманск, Санкт-Петербург туда. Задача большая, но как бог. Сегодня меня так, без моего желания. Увезли в Краевую больницу, поликлинику. Обследовали меня на уши. Я три недели как ухо потерял. Слышать. У меня грипп или что-то было. И сильно повлиял. Я на одно ухо слышал хорошо. И глаза проверили. Я эти фотографии выставлю потом. И там тоже пришлось. Везде визитки даем наши. Так, вопросы? Ясно. С этим все ясно. Ну, все вроде бы так. Дай бог помощи вам в поездке. Вы когда отправляетесь? 27-го мы должны выехать отсюда. 5-го июня мы должны пересечь шенгенскую зону в Грецию. Майя, 27-го мая. 27-го мы отсюда выезжаем, мая. А 5-го мая мы должны шенгенскую зону пересечь. Из Греции мы переплываем море с машиной. И сразу в Италию. У меня есть желание попасть к тому и другому папе. Франциску и Венедикту. Подарить книги. Конечно, не все, а Новый Завет. Для слова Божия нет оста, а мы симфонию. Это там можно пройти. Парни, тут самый большой горный дом в Европе, Монако. Ну, а дальше, понятно, Италия. Мы уходим во Францию. Дальше Испания, Португалия. А когда вернемся рядом с Францией в Англию, вернемся, да, весь центр, все эти сюрихи, всю эту мелочевку внутри Люксембурга, это все подберем. И сразу уходим через Польшу на север Дании. А через Данию проходим дальше Скандинавия. Четыре государства. Ну, а потом Финский Зарев переплывать и Прибалтика. Три государства. И опять по ним. Мы не хотим в Белоруссию больше заходить, а прям поднимемся по ним по республикам и сразу вывалиться в Россию. Если как-то благословить. Планы большие, но мы верим во всемогущество нашего Бога. Мы ничего себе не выиграем. У нас нету средств. Объявили везент сбор. Кто-то дает, кто-то не дает, кто-то ругает. Меня это тоже не касается. Мой Бог богатый, Он даст. Я всегда начинаю, когда делать, у меня ничего нету. Я прошу у Бога, и как с неба Бог дает. И сдать одному в одном числе 38 книг. Вы понимаете, что это? Это вещь нереальная. Это нигде этого не было. Это нельзя. Тем более, это все входит в 8 лет. Не полных 9 лет. Я же сам набор делал. Большую часть. Версткой занимался сам. Да еще кое-деи в фотошопе работал. А знаний-то никаких по этому делу. Но у меня 4 программиста, они меня на руках несут. Сами компьютер покупают. За меня кто-то платит. У меня минимальная пенсия. Мне не давали работать. Не давали, я сторожем где мог. И ничего, живой. Да, дай Бог вам помощи в поездке в этой, чтобы Бог помогал. Тоже молиться буду за вас. И такое большое дело делайте. Спасибо вам. Большой поклон. Всем и вашей команде. Всей общине, в общем. Так, с нами едет собака. Молодцы. А? Собака с нами едет. Собака. А я вот тоже на роликах видел, да. Восточноевропейская овчарка. Когда она поехала в прошлом году, она завоевала звание чемпиона Сибири. А когда вернулись, она стала чемпионом России. Чемпионом России. Получила золотую медаль. О. Угу. Вам не видно, наверное. Видно, да, да. Хорошо видно. О. Видите как? Да. Эта собака дает нам спокойно спать. Да. Никто не подойдет. Я не знаю там, видать ли. Хорошо. Все видно, да. И два детей. Даже можно прочитать, да? Угу. Вот. Мы молимся, и Господь нас благословляет. Своего мы ничего не ищем. Ничего нет. И нам благодарит мир, любовь. Вот вектор, он снимает, он оператор будет. Где еще там дальше поднести, это все он. У меня переводчики, я плохо слышу. Сегодня как раз обследовали меня там и кости там, все. Как лучше резонировать правильно, звук должен, чтобы не заглушать. И, видимо, все-таки аппарат мне дадут, я против аппарата. На момент, когда я вопросы-ответы отвечаю, надо слышать. Я попробовал сегодня, но можно слышать. Угу. Ну, если все, Бог вам словит. Еще будет у вас вопросов, копите больше вопросов. Хорошо. И, может, у вас есть люди, которые были с вами, и которые желают задать вопросы, вы их тоже с собой возьмите на эту беседу. Хорошо, хорошо. Вот в это время вы зашли хорошо, это как раз. Угу. А, вот еще, Игнатий Тихонович, хотел спросить, у вас какое время сейчас, сколько время-то? У нас сейчас, в данный момент, вот сейчас, 8 часов 25 минут вечера, запишите. 8 часов 25 вечера, да? Вот на один час откидывайте раньше, в это время можете уже звонить. А у нас 19-25. Ну, вот себе подсчитывайте. Это 7 часов 25. Разница на час получается? Ну, получается, значит, так. У нас 7 вечера, у вас 8. Ну, сейчас говорим, допустим, разговариваем сейчас, вот на час раньше и берите. Это как раз, так сейчас 8 часов? Да. 20-25, да. С 8, да, можно маленько чуть пораньше. По нашему полвосьмого будет. Хорошо вот в такое время выходить, да? Да. Вот как вы зашли сегодня? Видите, вы сразу увидели батюшку, увидели Виктора. Видите, у вас как кругозор расширяется. Я вам говорю, как православный человек, ничего симпатичнее, ничего нет полнее православия то, которое должно быть. А его нет того. Православие это самоотдача, это целомудрие, это любовь. А не так, что сегодня преследуют друг друга, там давят, доносят. Это совершенно никакого отношения не имеет к православию. Но учение было и остается одно. Это толкование святых отцов. Каноны вселенских соборов и повестных. И вот этим надо держаться. И всегда радуйтесь. Для чего было создано монашество и монастыри? С какой целью? Откуда оно пошло? Отвечаю. С самых первых времен. Я отвечаю. В первую очередь обращаюсь к вам. Как к вам вопрос этот подошел? Откуда вы его взяли? Вы же не монашество. Я вот смотрел некоторые ваши ролики. А-а-а. И там много о монашестве. Вам задавали вопросы, спрашивали. И вот, а просто для себя я вот, ну как, откуда оно вообще самое начало завязалось? Ну я понял. То есть на этот вопрос я вас спровоцировал, да? Ну не то, что спровоцировал. Я просто хотел начало вот, откуда оно пошло. Я там не услышал в ответах. Меня вопрос интересует. Как он у вас в голове созрел этот вопрос? Остальное я понял. А-а. Меня интересует и вы лично. Как вы до этого дошли, задать такой вопрос? Ну не знаю. Это вот внутри меня откуда-то. Вон я монах бы был. Так вот, Евгений, на этот ваш вопрос вам правильно мало кто ответит. Монахи ни один не ответит. Они не знают или скрывают. Вы задали вопрос в нужном месте. Я житиями, а это только из житий можно узнать, из трудов святых монахов. Я ими занимался очень много и насчитал все 12 товов на пленку. На пленку. И у меня это на сайте выставлено. Это 1173 биографии, которые больше, чем пол листа занимают. Это остальные я в счет не брал. Я их насчитать, но не стал считать даже. Ну маленькие, совсем о них информации мало было. Монашество от слова «мона» один. Не в церкви как будто нигде, а «мона». Оторваться от общества. Вот вот пензенские, которые были в Пензе там под землей, они прямо все по уставу сделали. Прямо ушли под землю. Их ругать не за что. Это православная вера, а не православные люди. Кузнецова там запрятали в психушку. Это не так совсем дело обстоит. Когда церковь обмерщилась, то есть провозглашена была государственная религия, и хлынули туда тысячи, миллионы. Почему? Потому что это сулило выгоду. Занять нужную должность. С работы не выгонят. Прекращение гонений, преследований. И были тогда люди ревностные, хорошие. И они это видели. В церковь придешь, базар, улица. Вот как сейчас в патриархии. Это примерно вот то состояние. А вот тут и есть. Только сейчас еще хуже. И которые были ревностные, они ничего не могли сделать. Они искали выхода, не находили. Вот те годы, мы имея эту ревность по Боге, к нам приезжали наши знакомые батюшки, у меня батюшка сегодня видели, отец Садаким. А церковь была одна в Барнауле, Покровский собор, Никитинская, 137. Мы приходили, молились там, причащались. А потом иногда заходили, стояли у двери и между собой рассуждали, с улиц еще заходя. Вот что можно сделать, чтобы не было это пришел-ушел. Как говорят, захожане. Мы ничего не находили, кроме того, как церковь запереть на замок. Чтобы не было торговли, не было чужих, каноны соблюдались, оглашенные изыдите выполнялись. Ничего нельзя сделать. Мы ходили, гуляли в лесу и обсуждали. От отец Геннадия, Фас, который был, это тоже мы с ним обсуждали. Я находил выход только один. Мои предложения были. Если нам отдали бы этот храм, его сразу надо замкнуть на замок. И не один час, чтобы туда не попадал. А во дворе начинать занятия. И кто покается, кто обратится, кто уверует, недели через дверь и через месяц. Тогда дверь открывается, тогда цепь есть. Цепь не дают полностью открыться, как домашняя бывает дверь на цепочке. Чтобы вот так по одному человеку. И все время учить заниматься. Вот это положение было в той церкви, которая оберщилась. И поэтому находились люди ревностные. И они вот как мы рассуждать, они этим путем не пошли. Это им не по силам было. Это гиганты духа были. Но здесь они были как пигмеи. Они решили, пропало все, спасения нет, надо уходить. Не молиться по-настоящему. Туда-сюда, торговля. И они пошли в пустыню. А там есть нечего. И они по неволе должны были корешки выкапывать. На корешках питаться. Монашество, это вызов был тогдашней обмерщенной церкви и миру. Но пошли они совершенно не в ту сторону. Выход был только один. Благовествовать. Монастыри вбирали в себя не худшее, а лучшее. Туда шли люди ревностные, которые не соглашались с об этой обмерщенной церковью. Вот все бы так делать, вот так бы вести. Тебе еще надо церковь открыта. Такие тогда они и были. Тогда вот именно так все и было. Но выход был только один. А они не пошли. Стали... Первый это Павел Фивейский, а потом Антоний Великий. И они сами придумывали уставы. А другим являлся кто-то под видом ангела. Это контактеры были. С потусторонними силами. И они их не знали. Вот эти люди, которые уходили от мира, они стали объединяться, чтобы быть вместе. Вместе-то лучше. И как у Пахомия было 11 тысяч монахов. Вот вообразие, 11 тысяч мужиков, ничем не связанных. Только работают. И там перечисляется. У него было сколько? 16 портных. Которые были токари, кузнецы, переплетчики книг, писаря. Все работали. А там Лодыря не было. Но все это было вызовом евангельской веры. Евангельская вера. Идите по всему миру и проповедуйте. А они сказали так. Никто, чтобы слова не говорил. Монахи по колоколу идут обедать. Дорогой не разговаривать. Сидят за столом не разговаривать. Вечером уже дело скоро к отбою. Вот как Феодосий Пещерский. Он идет и к каждой хелии прислушивается. Разговаривает или нет. Если разговаривает, он по двери хлопает. А ну прекратить все. Это тоталитарная секта стала. Самая настоящая тоталитарная секта. Они все отдали. Сектой тоталитарной называется то, когда нет права распоряжаться своим имуществом. Нет права передвижения. Нет права слова. Это полностью, абсолютно на 100% было выполнено только в монастырях. Больше нигде. Даже советская власть Гитлера этого не могли сделать. Я занимался монастырями, их уставами от и до. Вы мне найдите человека, чтобы понятно было, что я говорю со знанием дела. Кто все жития до единого не считал, а просчитал. И потом мне пришлось, ну не по порядку, а полностью прослушать на 10 раз. Это, считай, 120 дней будет. Я классифицировал, заново прослушивал, составлял симфонию, житиями занимался. И сделал, выбрал из всех житий первый век, потом из всех житий второй 1173 жития. Тех, которые по размеру больше полстраницы. Полстраницы, а которые меньше я их не считал, а их там столько же было. И вот занимаясь ими, я увидел, это абсолютно антиевангельская организация. И я взял вывод, и такой афоризм. Монашество в том виде, в котором мы его сегодня знаем, принесло зло. Больше, чем вместе взятое мусульмане, язычники, коммунисты, фашисты, масоны в несколько раз. Почему? Никто из этих, кого я перечислил, не могли засмолить рты верующим. Они и в вузах, и в тюрьмах, как Бойко, как Азаров там, все, которые у баптистов были, Хмара, Николай, они проповедовали. Я сам там был, проповедовал. Меня вот вызывает начальник РОВР, и говорит, вот сколько у нас здесь сидит, 3000 человек. Ни один не делает то, что на воле делал. У нас только один вы делаете то, что на воле делали, и здесь делаете. За что вас посадили? А вы продолжаете тоже сделать. Я говорю, меня за это не посадили. Меня посадили за то, что я на пленке, и распространял архипелаг ГУЛАГ, брал интервью, раскулащих здесь я не беру. А за веру меня не садили. Это не за веру. Тогда стати такой не было. Так вот я теперь поворачиваю туда. И те люди, которые уходили туда, они считали, спастись можно только, размышляя, считая Иисусову молитву, быть неоскверненным от мира. А Господь говорит, иначе надлежало бы вам выйти из мира. Я не сказал, возьми их из мира, но сохрани от зла. Это вызов Христу, монашество. И монашество это так распространилось, что стали распадать государственные устои. Гангский собор говорит, ну как, жене не охота быть с мужем, она в монастыре, все, попробуй, достань ее оттуда. Муж бросает жену, бросает детей, бросают родителей. И тогда Гангский собор, вопрос, Анкирский собор тоже. И они правила выносят такие. Если жена оставляет мужа ради благочестия, да будет подклятвою, то есть, да будет проклято. Если оставляет родителей, да будет подклятвою. То есть, государство стало распадаться, никого нет. Отдельные монастыри насчитывали по 50 тысяч человек. И монастыри эти уже стенами не окружались, некуда было окружать, целое селение переходили. Живут нормально, все есть, ни о чем не надо думать. Так вот, монашество было образовано, а нужно ли оно? Да, нужно. Для чего? Чтобы воспитывать хороших миссионеров и отправлять. А когда состарятся изнемогающие, их допаивать и докармливать. Представь, человек свободный. Павел говорит, не женатый, заботится о Господнем, как угодить Господу. А женатый, мирской, он о жене думает, как угодить, а ей никогда не угодишь. Напрасный труд. И так же жена. И вот поэтому-то с благими намерениями, но не по Евангелию принятый устав, он пришел к чудовищным результатам. Я рассказываю о том, что в уставах. Вот монахи живут. Какое самое большое преступление? Ни один не скажет. А при входе в монастырь у них сажали три дерева, пальмы. И на них висели три плети. Плети, бороть которыми. Это очень серьезное наказание. Это для тех, которые провинятся монахи. Второе. Для тех, кто новоначально приходит, и для гостей, которые нарушали устав. Это такого в колхозах не было. Это даже в лагере не в каждом такое было, в сталинском лагере. Посылки получать нельзя. Его проверяют на прочность. И вот он живет в монастыре три года. Он понимает, квартиру забрали, вот сейчас, квартиру забирают они у них. Ничего нету. У него только одно. как бы сойти за лояльного, что я покорился, все. И выйти на работы за стены монастырские. А там он договаривается с товарищем или с кем-то, или один. И как только бригадир отвернулся, он в кусты и деру. Так вот, самое страшное наказание было тому, кто бригадир не заметил побега за три часа. И его не поймали. С собаками его ловили, ну как вот в Освенциме там сбежал кто-то. И они его ловят. Каким наказанием подвергался этот бригадир, все описано. Ему прощения не было. Как, работник убежал? Да какая же это свобода-то? Вот один из случаев. Умерла жена. Он остался с ребенком. А ребенок небольшой, пять лет. Вот такой Женечке, он пришел к монастырю, они говорят, а мы с детьми не принимаем. Он говорит, а до меня-то принимали. Ну куда я пойду? А ты согласен от него отречься? Конечно. Так, ты ребенка больше не жалей. Он тебе не принадлежит. Ты согласен? Распишись. Теперь они его принимают. А что умеешь делать? Он сапожник. И вот они теперь испытывают. Он сидит и стапоги шьет. Они его не где-то, а на улице сажают, чтобы его ребенок видел. А ребенок знает, папа его любил, тятя его лелеял, тятя его кормил, а сегодня никак. Он подходит, они специально на него вшивую одежду надевают. Грязный, не кормленный. И он подходит, тятя, папа, есть хочу. А он шилом ковыряет и даже не смотрит. А они наблюдают за ним. Наблюдают, как он себя ведет. Он никакого внимания не обращает. Ребенок, а где чувство любви, где запах о любви, это ничего, по боку все. И вот этот ребенок день плащет, другой, посинелый. Они ему побои наносят. У него синяки, кровь. Отец виду даже не подает. Я отрекся от него. Они говорят, вот это, какого приняли? А это хороший монах. Они смотрят за ним. Но видит его непробивной мужик совершенно. Тогда они подходят к нему и говорят, твой пацан, он орет все время, как осел. Ты его должен в реку бросить. А рядом, недалеко река, обрыв. Хорошо. Ребенок, как только подойдет, ты должен бросить. Ребенок подошел, Женечка, тя, я исхожу. Я сплю на голом полу. Ему говорит, он не поймет ребенок, что с отцом сделалось. Как он мог превратиться в такого безжалостного, лютого зверя, любящий отец. Отец, ни слова не говоря, хватает его в охапку, бежит и бросает его в бурлящую реку. Это монашество. Но они как сделали? Там перегородку сделали, в сети поставили. И ребенка вылавливают, откачивают его и говорят, вот это приняли мы, это настоятель будет у нас. Авва, он будет руководить монастырем. Это безжалостные, жестокие уставы были. Я рассказываю то, что и в другом месте, также он пекарем был. Сказали, брось его в печь. Но тут они говорят, выловили, кого вылавливают? Ребенок там, в бурлящей реке, кого вылавливают? Еще вы дурью маетесь-то. там еще не найдешь. Да и кто он там будет? Когда его несет там по корягам, ты почему? Ты почему это случай? Отдельные. Это же отдельные случаи. Как говоришь? Это же отдельные случаи. Основное монашство совершенно не их лицо имеет. Отдельные случаи. Да, отдельные случаи, они описаны. Это отдельные случаи, и к нам попали. Но они не отдельные, там были случаи. Это правильно. А этому говорят, ты хлеб печешь, ты ему крошки не давай хлеба. А он плачет. И как придет в следующий раз, бросай его в печь. Печь пылает огнем, он схватил своего собственного сына и толкает в огонь. И Бог сотворил чудо, печь угасла. Да угасла ли она? Да где это видно, чтобы своим руками отец толкал? Это единичные случаи. Но они их. Дураки всегда были во все времена и будут всегда. Но нельзя же ориентироваться все монашество на эти кучки. Не надо ориентироваться. Они поставлены как маяки. Не то, что я выбрал плохой случай, а они их описывают и показывают, вот таким ты должен быть. Образец для подражания. Это образец для подражания, а не то, что я там говорю и выбрал какие-то плохие моменты, и теперь все, монашество я поношу. А они их выставляют как маяки. Вот такими надо быть. Вот они встречаются, два. Ауа, это отец. Ну, лет по 70. И вот один над одним трудится, другой над другим. Говорит, ну и как? У меня хороший ученик сейчас. А чем он хороший? Это как образец. Это все написано. Ну как? Так, я вижу он работник такой, я решил его испытать. Я ему дал прутик сухой и говорю, посади его. Посадил он его. И теперь поливай. И эту воду он должен носить ежедневно за, допустим, за два километра. И поливать эту сухую ветку. А он в окошко смотрит. И в день поливать его не раз и не два, а четыре раза. Это сколько километров? Несмотря на болезнь, на погоду, ежедневно. И он туда-сюда, туда-сюда ходит. Вот видите, уже три года он эту лозину. Представь, куда силы тратятся. И подходит, ну как сейчас это мое? Не знаю, отче. А растет оно или нет? Я не могу знать, отче. Я выполняю, что ты сказал. Да будет имя твое святое. Но он взял его, потянул для виду. Да оно же зазгнило. Он выпал. Ну ладно, не надо. Не надо. И вот теперь они встречают. А у тебя какой ученик? Он говорит, о, у меня еще лучше. Вот видишь, говорит, камень стоит. А камень там тонн 250. Голун, громаднейший. И он и говорит, Ваня, этот колун, прикати сюда. Ваня со всех ног кинулся, побежал. Вот она зашла сюда. Где отказать? Отказать надо. Еще к нам или лезут сюда. Я их не беру. Уже все, хватит. Насыпляли тут. Так вот. Почему? Берите, приглашайте всех. Ну, слушай, а то опять прервут они у нас. Мы по делу говорим. И вот когда это все они выставляют, как пояки, это образец для подражания, это говорит, куда же это все забрело. Где главная заповедь о любви? Ее в помине даже нет. Никаком прощения, милосердия, тут даже в помине нигде нет. А где же заповедь Христа? Идите, проповедуйте Евангелие. А тут только одно безмолвие. Высший дар безмолвия. И он, этот камень, 250 тонн, примерно. Ну, где-то 250 тонн, ни один кран не поднимет. А он подбежал, его плечами упирается, давит, а они сидят, старцы, сидят и смотрят. И долго он будет так, до вечера будет так. А он потеет, пот течет. Но явно и тому, и другому понятно, что камень не сдвинут. Но он делает. Он делает. У него послушание, это дороже поста и молитвы. Дороже поста и молитвы. Это прямо дьявольские слова. Потому что дьявол побеждает поста и молитвы. И они это оружие отобрали, а послушание сделали выше. Поста и молитвы. Это у монахов. Везде они говорят, сегодня так. Послушание, паще, поста и молитвы. Я говорю, это супер дьявольские слова. Это дьявол вам вернул. Поста и молитвы сатану поражают. Это я недавно в Грузии был, И выступил на эту тему Как монахи там на меня взъярились Самые сильные враги Истинного евангельского учения Монахи В том виде, в каком они есть Я за монастыри Я за то, чтобы Люди Не связывали себя с семейными узами Павел говорит, хорошо, если будете как я Подражайте мне, как я, Христу Ну, женишься, не согрешишь Ну, семейный человек, что? И рассказывает такой рассказ Вот один был, когда Одинокий Он решил идти А куда идти? Монастырь! Не на благовестие Но все-таки рассказ касается Он сидит, до берега дошел Переплывать надо, смотрит Лебеди летят Да так, они Горлышат там И в это время подошел старец один И говорит, что смотришь, под облаками Летят лебеди Какая красота! А ты далеко пошел Да я в монастырь, хорошее дело А у тебя родители есть? Да, есть А когда болеют оба? Вот это ты нехорошо сделал Ты сначала их допоить, докормить Но мать говорила, надо жениться В хозяйстве некому работать Это мать, он им говорит Ну ты послушайся, родители Он женился Родители похоронил Дети подрастают Думают, надо идти Поздно будет Пришел Сидит на берегу, смотрит Гуси летят Не высоко Но хорошая стая И опять старичок подошел Далеко не пошел Он все ему рассказал Это нехорошо ты пошел У тебя дети тут как имение будут делить Дочерей-то замуж выдал Да нет, не выдал Нет, ты сыновей жени Дочерей замуж выдай Тогда идти Вот так надо делать И он вернулся И вот тогда пришло время Все поженил Внуки выросли Теперь Горбатинский С палочкой подошел И на берегу сидит И вот видит Летит ворон Летит Одно крыло подбитое До половины реки долетел Плюхнулся И вот потоком понесло Старец подошел Итак Ты помнишь или нет Как было Вот первый раз Когда ты пришел Одинокий был Это вот лебеди Лебединый полет твой Второй раз пришел Это вот гуси А третий раз Вот ты сейчас Общипанный пришел То есть смысл в этом Тот что Не в монастырь идти только А на благовестие Вот тогда будет объяснено Я хотел спросить А почему у вас Синяя всегда показывает Женя У вас синий цвет Синий Синий цвет Почему А, не знаю Вот сейчас у меня Открылась Ваша видеокамера И я вас сейчас вижу А было фото Я объясняю по монашеству Большего зла Никто не сделал Это вот К мусульманам Андрей Кураев говорит За шесть столетий Ни одного миссионера Подобного Кириллу Мефодию Не послали А брали с них Исак налоги И встретились Только на полях Сражений И там где были Города Где были Вселенские соборы Они развалины Ничего нету Монашество Ушло в песок Нет ничего Там монастыря Где был Антоний Ни одного человека Нету Это Самое лучшее доказательство Они высасывали силы Из народа И самые лучшие Уходили в песок Не давая потомства Два миллиарда Мусульман Могли быть православными Вот и все Поэтому я настаиваю На том Что монашество Должно быть Но не в таком виде Вот это правильно Было поставлено У Елисаветы Марфа-Мариневская обитель А они обеты не принимали А в одеянии были Как монашеское И они ухаживали за больными И вот одна подходит К ней и говорит Матушка Елисавета Вот я за этим-то ухаживаю У него ногу там Ступню оторвало Нестор-то А он такой хороший Матушка А мы полюбили друг друга Он меня зовет в деревню Благословите Она говорит Бог тебе в помощь Езжай, Настенька Я тоже присмотрелся Этот Нестор-то Прекрасный человек Крестьянин Дай Бог вам хороших детей Послушание родителям Ты хороший урок прошла здесь У тебя послушание есть Мужу никогда не перечнуй Да матушка Я тут научилась молчать Вот это вот надо Чтобы они готовили Хороших невест А не так Что спеленали его Клятву дали А теперь Яромонахи Яродиаконы Выходят замуж А это уже под клятвою Вот Монашество Еще вопрос Все ясно Спасибо Еще вот я о секте Хотел новоапостольской Вопрос задать Я вот в ней был Они Ну как Они себя называют Новоапостольская церковь Вот От протестантов Эта ветвь идет И вот они У них там Так сейчас Будет какой-то Праздник Да Община ихний Праздник Меня пригласили Я там потому что Два года Служил Диаконом То есть Когда еще был у меня Поиск истины Истины веры И вот Как бы Я там вот К ним пришел И прослужил Два года Саня Диакона Потом значит Мое сердце Не было наполнено Напитано Так скажем То есть Я ощущал Духовный голод Вот так И я вышел И пришел Потом уже К православию Вот теперь Они вот У меня дружеские связи С ними остались Я хотел вот спросить Что это Они меня вот Пригласили На это вот Мероприятие свое Что это Мне туда ходить Святые отцы Не советуют Даже близко Приближаться К тому месту Где тебя грех Уже запнул Запнул То есть Подножку поставил Допустим Ты имел связь С женщиной А теперь Обратился Уверовал Я пойду Женщине Это за свидетельство И она обратится К Богу Не обратится Ты там утонешь Тебе оттуда Не вылезти Тебя засосет Это Говорится Черная дара Космическая Тебе не выйти оттуда Не ходи Так эти Еретики Ты уже с ними Спознался Кое-что получил И ты будешь Их оправдывать Пойти можно Для свидетельства Быть Но ты сам Должен укрепнуть Пойти не один Пойди с батюшкой Поговори Может у вас есть Миссионеры где-то А если у тебя Есть люди Которых ты увлек туда Или родственники Теперь плащи боли Чтобы они ушли оттуда Да вот как раз это Когда я туда пришел За мной многие друзья пришли Знакомые мои То есть Ну как И Моя сестра родная Пришла Потом значит Когда я ушел Уже оттуда Они мне все говорили А что же ты ушел Я говорю Нет Здесь я не могу Оставаться А нам как быть Я говорю Ну я хотел бы Чтобы вы тоже Пришли к православию Ибо истина В православии Но вы должны Выбор Сами сделать Но я говорю Буду за вас молиться Чтобы вы вышли Оттуда тоже Потому что я Очень душа моя Была неспокойна И Потом моя сестра Ушла оттуда Через некоторое время И друзья мои Вот Которые со мной Пришли туда За мной вернее Вот Они тоже постепенно Постепенно Кто раньше Кто попозже Чуть-чуть Вышли Ушли И что самое интересное Многие пришли К православию То есть Вот И я был Ну как Душа моя Немного успокоилась Тогда вот Вы только Никогда Не называйте Этих еретиков Церковью Церковь Где есть Епископат Епископат От апостольских Времен По рукоположению Я вам говорил Это Православие Католицизм Григорино-армянская Копская И сирская Вот пять Сильных У которых Это есть Дальше Церковь Отсутствует Поэтому Тем более Те которые Не признают Святую Троицу Они попадают Под шесть Вселенских соборов Тут и спрашивайте А седьмой Вселенский собор Иконоборщицкий Которые там были Их всех накрывает Они его не признают Поэтому Никогда К ним Не приближайся Даже Потому что Там был Сам неокрепший Я говорю Как Вдвоем Втроем Потому что Другие будут Помогать Будут молиться Я Я 51 год Занимаюсь Миссионерской работой Среди дистектантов И один Как правило Не хожу Обязательно Кто-то должен быть И апостолов Господь посылал По двоих И когда Получилось Так Разночтение Такое Апостол Павла С Варнавой Из-за Марка То они не пошли Но я пойду туда Сюда Нет Каждый Избрал себе Павел Пошел Силы А Варнава Взял Марка Вот так Понятно Понятно Что у вас еще Ну В общем-то Все Вот вопросы Хотел пожелать Вам Повести Вот это Которое у вас Намечается На 27 мая Вот Чтобы в этой Повести У вас все было Благополучно Я вас сегодня Познакомил Еще с одним Из нашей поездки Виктор Николаевич Ставченко Сейчас он подойдет К нам Чтобы увидели Вот сюда Виктор Подойди-ка Вот рядом Вот он Вот он Это Патеряевский Наш Учитель Спортсмен Он пишет музыку И 80 Примеров Моих стихотворений Положил на музыку Вот Ну еще Опая Оператор у нас будет С ним надо разговаривать Если что-то Мы Вот Все нам подсказывают Что надо Надо У нас не получится Дорогой Но Взять с собой Ноутбук можем И где мы будем Останавливаться Наша ставка будет Раз в неделю Мы можем выходить Раз в неделю Один раз в неделю Но каждый день Никак Мы другой раз В потемках Останавливаемся Мы не знаем Как пищу приготовить Нам надо спрятать Машину закрыть Это мы едем В лесополосах Ночуем Это не просто так Это очень даже Непросто Тем более Когда мы едем За границей Там никуда С трассы не съедешь Нам только На остановках надо И Очень опасно С нами едет Собака Она нам очень сильно Помогает Ну видите В прошлом году Мы 15 государств прошли Но Господь благословил Мы вернулись живые Если благословить То будет И в этом году 5 июня Мы должны Пересечь Шенгенскую границу На Грецию Пойдем Ну а дальше У меня очень Сильное желание Побывать в Англии Пройти до Португалии Как Бог даст Мы не загадываем Но желание есть Вон видите Виктор фотографирует Так если вопросов нет Вы в следующий раз Можете прийти Со своими товарищами Если у вас будут Даже Встретятся вам знакомые Которые вы были Там в этой секте В этой ереси И они пожелают беседовать Берите на беседу Вот это можно Понял 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 Хорошо И при том Когда вы у них были Вы получили там Библию Никогда это не забывайте Будьте благодарны Богу Нет Я это все ценю Да Они мне действительно Подарили Библию И Ну вообще Дружеские у нас отношения Остались Очень даже теплые Так Я сейчас вопрос задам Сергею Козлову Сергей У вас вопросы какие-то есть На беседу Или что У нас там Есть вопросы Которые Вы мне писали В эту mail.ru Надо обсудить Вы хотите Бежать сюда, да? Которые в mail.ru Вопросы Да мы отдельных Тогда разберем Я думал Что здесь Что Женя Говорит Я хотел Я помонажу Что совсем Не согласен Сергей Я хотел Показать Икону Помнишь Я писал Вот Вот Та икона Посмотри Видать? Да Да Вот Я ее нашел Не я вернее нашел Ее нашли В муклатуре На мусоре Там В бумажной фабрике Принесли в церковь Ее вот отдали мне Чтобы я рамочку сделал Вот такую Ну Просто мне сказали Возьми Ты может быть Что-то отреставрируешь Потому что Там-то иконы у них Своих Ну Хорошие есть Иконы Все А это что Она на кордоночке Тонкая такая Но Мне вот это Понравилось Вот Очень краски Вот такие Вот нежные Тона Вот что И что Это Очень заинтересовало И лик Богородицы Такой светлый Вот не знаю Вам видно Нет Да видно Хорошо Видно Хорошо Вот Я не специалист Сергей это Пусть отвечает Вот Вот Такая Икона Ну Батюшка Осветил ее В церкви Святой водой Молитвой Все Вот Красивая Да? Красивая Красивая Да Вот Ну это ладно Все Извините Что я перебил вас Так я снова К Сергею обращаюсь Сергей Может что-то Хотели сказать По этим вопросам Ну Тихо Я Ну По монашскому Я вот Не согласен Все-таки С монашеством Он говорит Не согласен Согласен? Не согласен Не согласен С чем? Вот спросите у него С чем не согласен Ты не понял Ну С определением Монашества От такого вот Ну А я что сделал Другого нету Все претензии К нему К монашеству Я говорю Только то Что есть Вот Когда мне задают Вопросы В университете Я говорю Определенно Сегодня выступаю я Ну Отвечаю на вопросы Это Какие там задают Политика Экономика Социология Мне разницы Никакой нету Я отвечаю на все вопросы А дальше говорю Вот кто знает Жития По житиям Давайте По монашеству И у меня И у меня Седьмой Восьмой Том Открытым оком Я отвечаю На 400 вопросов И ответы даю Почти не даю Я говорю Это вот так А дальше Жития святого За такой-то день И копирую В кавычках До буковки Оттуда Ну копирую и вставляю Копирую и вставляю Допустим Естественно Там естественно Есть и противоположные стороны Но можно Много положительного Так же и по житиям Вывести из монашества Очень много положительного Всего Да Я И я Меры благочестия И все такое И жизнь Жизнь монашеская Как пример Вот Именно вот Благочестия И достижения Человеческих Вот каких-то Понимаете Именно вот Душевных Таких укреплений Правильно В смирении Вот в этом И человек Вот покоряется Другому человеку И в любви Вот в этой Понимаете Есть чему научиться Правильно Все это правильно При одном условии Если бы не было Евангелия И Христос не приходил на землю Вот тогда на 100% правильно Но так как Христос Все-таки приходил И оставил Евангелие И он говорит Я вас не сужу А слово которое я говорю Оно будет судить Евангелие от Яна 12.48 Значит вывод один По монашеской жизни Меня Бог не будет судить А будет судить По Евангелию А Евангелие говорит Идите по всему миру И проповедуйте Евангелие И как проповедовать Если не будет послано Вера от слышания От слышания я А не от монашеских размышлений И взгляда на пупок на свой А слышание я Конкретно ваш пример Это хорошее доказательство Монашеской жизни Вот именно вы показываете Хороший пример монашеского Вера от слышания А слышание от слова Божия А его слова Божия у них в руках даже не было Они его не знали совсем Я говорю это Насчитав 12 томов Еще 2 тома Прочитав Настольные книги Священнослужителей Нашел что 174 Жития Которые не попали В те у Дмитрия Ростовского Они позже Эти люди жили Я самое полное издал По векам И другого нигде нет Это антиевангельское Вопиющее Крещащее антиевангельское Они будут добрые Все но не евангельские И тогда где ты будешь Они будут Он добрый А я буду говорить Добрый И не спасенный Да они такие кроткие Кроткие и не спасенные Тебе недостаточно этого А вне Евангелия спасения нет А почему Евангелие от Иоанна 5 глава 39 стих Постарайтесь запомнить Исследуйте Писание Запятая И вы думаете И иметь Через них Жизнь вечную Через Иоанн Писание Запятая А А они свидетельствуют о мне Не монахи рассказывают А они Писание Которое в руки Они и не имели У них не было Писания Они его не знали А они ответы давали Совершенно не согласуясь Не сверяясь с Писанием И я в этих Двух томах Это показываю И при том Как они отвечают Я беру их Копирую оттуда На один вопрос Я отвечаю Из десяти Житий Иногда из двадцати Разных житий беру Из разных веков Они все одинаково отвечают Не евангельские Они этого пути не задают А вот пример К примеру Возьмем Оптинских старцев Как вы считаете Пример хороший Хороший пример Пришли к революции Ничего нету Все пошли под нож В это время Народовольцы Работали с народом Маленькими брошюрками Завалили всю страну А монахи сидели Упивали друг другом Сиборитствовали И чем кончилось Никогда Ни одно учение В мире Не терпело Такого краха Насильственно Жестокостью Как православие Это конечно 1534 год В 1943 Там Который был Я могу цифру Это даже сказать неправильно Константинополь Пал И далее 1917 год Чтобы православие В России Держалось Нужно было 14 уголовных статей Которые Преследовали всех Кто не покорялся Не так Слово сказал Не так Петр Первый Добивал На исповеди Если священнику сказали Что он Связан с революционерами Или сам думал Священник Под подпиской Обязан был сказать Иначе ему тюрьма грозила Исповедь Не сделалась тайной Это Отбросило Церкви Самых лучших людей Это вот Описывает Спиридон Миссионер Он В Туе работал С этими С бурятами И у него Один сидит И говорит Я на исповеди Батюшке сказал Батюшка Я вот познакомился С такими Душа так болит И я увидел Что они Царя не Ненавидят И Замышляют И я сразу От них отошел Разрешите меня От этого греха Я к ним ходил На собрание Вот как вы К новоапостольским Вот Священник донес Его арестовали Десять лет И он теперь сидит И думает Семья разрушена Дома нет И за что Поп меня выдал Я на исповеди был А поп то что А у него указание такое А уже дальше Сергиевская декларация Ваши радости Наши радости 1927 год И поэтому Сегодня То что Вот натворили С православной церковью Превратило ее В отбросы общества Самая поругаемая Самая Поносимая Организация Какая есть у нас в стране Никакого авторитета нет А монахи Где-то сидят там Пупком своим Любуются Нужно это или нет Был пример Пример такой Великой Отечественной войны Тоже Какие-то катакомбники Монахи Как они распространяли Слово Божие И Евангелие Распространяли И молились Как они За наши Войска И тому подобное Несли Такое вот Тайное Прям под землей Где-то Они вот Понимаете То есть они До поры до времени Сидели А потом Просто пламенем Загорелись И молиться Начали Это вот Был такой Во время войны Целое Братство Там И много Много Таких Примеров Различных Когда монахи Проявляли себя В истории Вот таким путем Отвечаю Молиться должны Все А не монахи Монашество Это выдуманная Совершенная Организация Не заповеданная Богом Господь сказал Иначе вам Надлежало быть Взятым из мира Не молю Господи Возьми из мира Но сохраняя зла Это вызов Евангелию Вызов Словам Христа Молиться Еще молиться В монастыре надо На фронте надо Молиться У станков Надо было Молиться Где работали Где в колхозах Загибались Ничего не давали Молиться везде надо А я зайду Буду молиться Наши специальность Такой специальности Не было нигде Написано Все должны молиться Притом не пристанно Это все выдумка Так а они Что они Они несли слово Да какое слово Когда они Евангелие в руках Не держали Даже брякнуть Одно слово Нельзя было А они бы шли Несли Это выдумка Этого не было Этого не было нигде Тем более В советское время Монахи Шли Проповедовали Глупости какие Ни одного случая Даже не было такого Он шел Я найду Я найду Я найду Покажу Сейчас Это они сегодня пишут Там Илья Ливийский Гор Ничего не было Жуков облетал с иконы Ничего этого не было Это стопроцентная Миссификация Выдумки Уже сто раз Опровергали Говорили Это никак Ничего нет Они начинают сказки Мифология заниматься Мифотворчеством Монашество Нужно только для одного Готовить миссионеров Эти полки Миссионерские Отправлять Вот я спрошу Сколько было Монастырей в России Даже монахи не знают Я отвечаю 1275 Но в монастыре Было не два человека Было по несколько человек Это сколько же они За эти годы Заблокировали Людей Сколько А если бы они все Шли проповедовали Как отделенные Баптисты Отделенные Даже эти ваши Новоапостольные Они не сидят Они проповедуют Они благовествуют Как умеют По-своему Да страна-то как бы Подкатилась к этому Даже во сне Бо этого не было И поэтому Бог наказал И что интересно У монахов Профессиональная болезнь Ноги Лопаются вены Стоят на месте У них ноги гнилые А у благовестников Написано Как прекрасны ноги Благовествующих мир Они шагают Они тренированы Как прекрасны И монахи Не могут показать Нигде Кто обратился А почему Потому что Благовестие Есть священное действие Всех до одного Откуда вы знаете И такая книга Из Деяния апостолов И там написано Савл поднял гонение Когда И все рассеялись А 8 глава 4 стих Говорит А рассеявшиеся Ходили и благовествовали Апостолы были В Иерусалиме Не прятались Не монастырь Они шли в храм Молились Их там хватали Они там проповедовали А остальные Шли по миру И поэтому Гонение Как костер Когда при сильном ветре Разбрасывают Тем шире оно разгорается Монашество Убило живую веру И загубило страну Православную В первую очередь Россию Тут уже ничего не надо Говорить Вот эти слова Что брат Сергей Говорит Можно было Говорить до 17-го года Еще надувать пузыри Сегодня никак нельзя 1275 монастырей Это какая же Селища-то была Десятки тысяч Храмов Не один Не два А как перечисляют 65 тысяч Да в каждом храме Был батюшка Возьмите Вот Свидетели Иеговы Такие ходят У них У каждого Звание какое-то есть Бывают пионеры Там сержанты Они по-своему называют Полковники Генералы Он обязан В течение месяца Каждый Пройти допустим 35 квартир Каждый Это самая Быстро растущая секта За счет чего? За счет благовестия Это Дворкин говорит Каждые две минуты Новый рождается Так он один Десятки православных погубит Они работают Вот мне звонит Одна бабушка Мы познакомились Она была православная Она приходит к батюшке Отец Алиферий Я вот Евангелие Приобрела Считаю А не понимаю Агафья Что тебе надо? Ты ходишь в церковь? Да батюшка Я хожу в церковь Да вот Евангелие Ты как сектантка какая-то Какой тебе Евангелие? Ты причащаешься? Да я пощусь Причащаюсь Не надо тебе ничего этого Проходит время Она считает И не понимает Толкования Она опять Отец Алиферий Ох как ты надоела Мне бабка Что тебе надо? Зачем тебе это надо? И вот однажды Она говорит Ко мне стучатся Звонят Я открываю Там две такие Красивые девушки стоят И говорят А вы не хотели бы Библию изучать? Да проходите Любезная Заходите Я теперь Свидетельница Еговы А батюшка Ничего не хотел Мне сказать Я наконец Молилась И Бог меня услышал И послал мне своих людей И она уже ничего Не хочет слышать А Поп проклинает ее Его надо проклинать А не ее И она пишет мне Она инвалид Второй группы По глазам 84 года И она пишет В каждую клетку Мелким красивым Почерком И я насчитал Больше 70 мест Библии указал Она меня переубеждает Я ей послал книгу К истинному православию Так ее свои И яговисты Перепугались Сожги ее Они говорят Попаялась жечь Они говорят Давайте мы сожгем У себя там Кто отвечать будет За эти души Ян Златоуз говорит Если одна душа Вот только одна Погибнет По твоей небрежности О священник Тебе всей жизни Не хватит рассчитаться А их погибли миллионы Благодаря этой небрежности Благодаря этому Надуманному монашеству И монахи захватили Все посты Все епископы Были чтобы не женаты Да откуда взяли Когда апостолы были женаты Они еще выше апостолов Они не знают жизни Не знают семейной жизни Они ничего не знают Они знают Такое строго Иерархическое подчинение А вот есть еще пример Ну вот такого мнения У кого-то из святых отцов К примеру Кто-то еще так говорил Вообще О монашестве А мы считать можем И отсылает И отсылает духоборов Там был Иерархическое подчинение Или ферри Кажется Он театр В театр колокол Он собирал людей Иерархическое подчинение Иерархическое подчинение Иерархическое подчинение И все пропало И погибла Россия И только поэтому Почему? Живого слова нет Никто не сеет Вера от слышания А как уверовать? Если не будут посланы Не было такого никогда А были люди такие? Конечно были Я считал их Имена знаю Вот такие как вот Никипелов Там считаешь Его считаешь Неплюев? Неплюев Неплюев Общины образовывали И как они были преследуемы Сейчас книжки выпускают Притом православные выпускают Покажи, брат Сейчас он покажет Вот вам ответ Вот она книга Брат Владимир читает Сейчас Вам видно ее, нет? Да, видно Вот она книга А вот его фотография Вот там фотографии И здесь фотографии Что-то замкнуло Мне сегодня Можно я минутку скажу? Я вот сижу Где перестало двигаться А, ну да Замкнуло Брат Владимир рассказывает Об этом Для меня это как Ну, я не знаю Как фантастика Что такой человек Жил В конце 19-го 20-го Начало 20-го века В православии Это вообще Невероятно И гонимый, и гонимый Постоянно Он общество образовал Людей собрал Для меня это откровение какое-то И нам не надо смотреть А кто поддерживает Кого нету Большинство там, где Бог Я говорю по Евангелию Во свете Библии И ни одного слова Они никогда не опровергнут А как опровергнут? Еще Игнать Тихонич Можно? Седьмой, восьмой том Я копирую Копирую Житей святых Да Вот Сергей, вы вопрос задавали Кто из святых Так Подобно говорил Как Игнать Тихонич Да? О монашенстве Ну, вот у Игнатия Бринчанинова Есть Игнатия Бринчанинова 19 век Он объезжал В качестве Духовного инспектора По монастырям И едва ли Сколько Три лет Четыре Или четыре Духовных Центра Монашества А остальные Это Ну, просто Ради покоя Говорит Телестор Это 1275 И Осипов Алексей Ильич Профессор Мда Говорит, что Какое состояние Было до революции Если бы, говорит Все хорошо было То и революцию Не надо было делать И там, говорит Семинаристы Пошли Навестить Своего Преподавателя И, говорит Узнали С удивлением Так вы, говорит Верующий Преподаватель Верующий Ну, он заболел Там И посетили его Какое состояние было Семинаристы Удивились Да, главное Игнатий Брянщининов Пишет Они с товарищем Вместе Решили Ну, он офицером Когда-то был Ушел Пришли в монастырь А монахи Их враждебно приняли Ничего не дают Поесть Они картошку достали И чистят ее топором Я никогда не видал Что топором Картошку чистили Это монахи И он все это Описывает С какой злобой Они относились К нему Какое оно Монашество Если он На 1275 И только 4 Едва ли есть Которые духовного ищут Да зачем В те времена Это уже не только О монашестве Уже Предсказания были О православии Что православие Уже умирает Не то что Монашество Вот почему Феофан Затворник Он канонизировал Сейчас Говоров И он говорил Одно Многое Два поколения Пройдет И православие В России Исчезнет 1861 год Еще спрашивают Да уже не два поколения Прошло Я говорю Или это был Лжепророк Или он имел Вину Совершенно другое Православие Не сегодняшнее Сегодня православие Заключается В беспрекословном Подчинении Епископу Все И нигде Ни одного слова Не сказать Они не талантливы Абсолютно Тем более В вере Они не ищут Угождения Богу Мысли свои слова Книги Они не сверяют С Евангелием Им это не надо У них нет Пророческого Глаза Оно все Затклое Все умершее Их главная Вина Это монашество А можно ли Выправить Мне это Не поставлен Вопрос Я работаю Работаю Беседую С монахами Говорю А уж как Удастся Но не прятать Теперь-то уже Что об этом Говорить Монахства На сегодняшний день Его действительно Не существует Вот О прошлом То уже И смысла Нет Говорить А Игнать Обещина Говорит Остались Одни актеры А актеры Говорят Ничего Не сделают Для него Монахи Были актеры Это не я Придумал Это его слова И ты Говорит Видишь Каким потоком Мутным Все идет В церкви Как все идет Своей немощной рукой Не пытайся задержать Я просто сметет Я не пытаюсь задержать Я просто Трубою Крещу Непрерывно Свидетельствую Дайте людям Живого Христа Отойдите в сторону Служители Тьмы И мрака Они Бога Не знают Вот ответ Евгений По монашеству Да Понимаешь что это за цифра 300 поэтов Это Иоанна Ахматова И Рождественский И Высоцкий И Маршак Все Начиная с Сумарокова И Ломоносова За 300 лет поэты И я отвечаю В течение одного месяца На каждый вопрос Из шести поэтов Маленько Понимаешь что это такое Эта книга Эта книга У меня 26 том Открытым оком Возьмите ее 26 том Поэты России Что сказали По определенной тематике Допустим Меня вопрос Задают А какое Участие Поэты Приняли В подготовке Революции Я задаю вопрос Сейчас самым знатокам Литературы Ни один не может ответить Я говорю Ну хоть одного-то Назовите Маяковский Ну хорошо Одного горлопана Начали А второй Я по шесть человек Беру И после каждого Указываю места Писания Где он не прав После шесть поэтов Я после каждого Показываю место Из Библии Присчитай Сколько Вот у меня Стихотворение Написано Четыре книги Стихов По 800 страниц Каждое Стихотворение Девять куплетов И каждое Стихотворение С библейским Эпиграфом Это Три тысячи С лишним Мест Библии Ну что Это Как можно Научиться А иные стихи 36 строчек Напротив каждой Строчки Указано место Библии Откуда взята мысль 36 раз Надо Библию Открыть Чтобы стихотворение Одно прочитать Такого никогда не было Откуда знаете Бог дал Бог дал Я отрублю их Крещу Дайте людям Библию Откройте Библию А папы Со злобы Лопаются На меня Злятся А как Вот сейчас Кому идти Проповедовать Если Не знает Никто Библию Не знает Никто Если Сейчас Опять же По семинариям Возьмем Абсолютно Люди Неграмотные В семинариях Их не учат Ничему Как проповедовать Кто будет проповедовать Ну так Я вопрос задаю Я проповедовать находил кому Образовал кружки Мы занимаемся Три раза в неделю По два часа на дому Меня арестовали Ну что Напроповедовался Ничего подобного Я проповедую в кабере Узнают Дальше меня отправляют По этапу Привезли Новокузнец Кемерово Я в кабере нахожусь Буквально за одни сутки Уже узнали Что к ним привезли Кого Два этажа Тюрьма С двух этажей Охранники Собираются вниз Вечером С восьми до десяти Я проповедую Дверь камеры открыта Тридцать с лишним узникам И ни один не закурит Я предупредил Нашел в кабере Три человека Которые не курят Они тщательно моют руки У меня с собой Евангелие И пахан Это старший Как над преступниками Он следит за всеми И оброни Бог Кто-то закурит Или слово скажет Головой в параши Будет сидеть Я нашел Где проповедовать В тюрьме В советское время Зажатый По санкции МГБ Меня взяли Московское КГБ Я нашел время проповедовать Куда я не мог Проникнуть раньше Представь себе Охранники С этажей Собрались Офицеры Стоят и слушают И я проповедую Два часа Это моя кафедра Где в тюрьме Вы что тебе доказывают Меня кого показывают Когда я не знаю Я когда был Спрашиваю А у вас были там Священники Был священник Вот на этой кровати Он лежал Он целыми днями Лежал и все Иногда тут выйдет В шахматы поиграет А в шашки поиграет Все Я ушел Там вся тюрьма гудела Там такие были мысли Меня начальник вызывает Начальник тюрьмы Задает вопросы Будет нет война с Китаем Написано нет Что будет правитель Михаил Меченый Это уже здесь В Барнауле Полковник Соломин Александр Семенович Меня допрашивает следователь Ну он меня допрашивает Или я его допрашиваю И следователь принимает Крещение с полным погружением Начальник тюрьмы Умирает по-христиански Жена сообщила Было бы желание А огонь у тебя будет Он будет попалять Все Я помню был В Ташкенте Когда в ташкентской тюрьме Я ночью на молитве Я никого не зову И мне утром говорят Вчера ночью С вами вместе На коленях Семь человек Становились Можно мы тоже С вами встанем молиться Мы заключили сегодня Союз ночью Не курить И весь табак утопили В туалет смыли Но некоторые Не выдержали на утро Стали там матрасы Теребить Вату курить Опять и расстались Так Сергей Дорогой брат Я тебе отвечаю Хотел бы я молчать Но внутри меня был Как бы разлитый огонь Я удерживался И не мог Господь говорит Искал я кто бы стал В проломе стены И не находил Господь говорит Кого послать Исайя выскочил Меня пошли Вот я такой же выскочка Я сразу выскочил Господи Меня пошли Куда Господь говорит В тюрьму В тюрьму Да как я там буду Господь говорит Наощу Я опять Господь меня в тюрьме Перемолол Я говорю Господи Я это уже прошел Переводи меня В другой класс Он говорит Ну в лагерь пошли А дальше Меня 26 лет только психиатрия пытала Это не два года 26 лет меня преследовали В какой бы университет я не поступил А я поступал, где конкурс был 14 человек на одно место И я сдал экзамены И меня все равно выгонят оттуда Я должен был это нести с радостью Ничего особенного Это мой путь, мое избрание Я отвечаю конкретно Делом Это мой путь Это понятные люди Самородки, они попадаются раз в сто лет Самородки такие Но что нам страну надо на ноги поднимать И страну положение Исправлять нужно Проповедовать некому Я вот у кого не спрошу Я вот у батюшки говорю Батюшки, ну а кто нас в стране проповедует Вот у вас вчера спросил, кто у нас проповедует И все мне говорят Проповедует, есть кто проповедует А сказать никто не может Кто проповедует А кто проповедует? Да у нас никто и не проповедует. Кто у нас проповедует? Я еду в Москву. У меня кого... Смотрите, я не знаю кого. Скажут, да ты где-то слышал. Я не слышал, я. Со мной едет брат мой. Мы едем команда 6-8 человек. И мы едем в общем вагоне. Билет бесплатный. Мы работаем в мостопоезде. Бесплатный билет. В любой конец страны. Мы ехали через Среднюю Азию, переплывали Каспийское море, по Молдавии, Прибалтика и возвращались домой. Это в один конец считалось у нас. И нам давали такой билет. В вагоне пройти нельзя. Забито. Проводник не может пройти. Я находил место. Вот я пошел в Санкт-Петербург, тогда Ленинград был. Зашли в Висаковский собор. Ну, зашли в собор, но там музей. Я только зашел, лежу так группу, а там группами разбиваются, и эти гиды проводят. И подводят к центральным вратам. И там написано, поднимите врата вверхи ваши, и войдет царь слава. Прямо написано так. И гид объясняет, говорит, это вот на Пасху, когда священник празднично украшен, и он заходит, ворота открываются. Я начинаю объяснять, и говорю, это не так. Она девчонка оказалась, за того хорошая. Она говорит, а как? Я говорю, дело вот в чем. Христос, Бог, Он ни перед кем не кланяется. И когда Он воскрес в славе, и входит в небо, то это образно, там как бы перекладина, перекладина над косяками. И поднимите врата вверхи ваши. Он не входит, Господь не входит. Вот видишь, как долба. Ему надо выше. А Он не склоняется, и врата поднимают вверхи ваши, и войдет царь славы. Кто сей, царь славы, Господь сил. Он царь славы, он из преисподней поднялся на небо. Она говорит, а теперь рассказывайте. Я тогда не знаю, нам не преподавали. Я беседую с одним, другая группа, потому что третья, пятая, все пять групп. А людей там продают билеты, а тут на выход. И, наконец, полный храм. Ни одной службы, может, не было в престаре, чтобы столько было благодарных слушателей. Весь Исаакиевский собор под завязку забитый. А я мирянин, я не ерхоерией, не митрополит, не патриарх. А вы, говорите, где? Я повторяю, каким образом пришлось вводить. Я проповедую в Эрмитаже, проповедую в Третьяковке в Москве. И где я проповедую, народ сбивается, и не могут милицию даже пропустить. Там крещат, вот эти милиции тут агитируют. Милиция не может пройти, трясут людей, не могут пройти. А я иконный зал зашел и объясняю, а он тупиковый, и дальше нельзя. Тогда открывали иногда, как музейный собор Василия Блаженного, там красивые витушки на Красной площади. И я и там проповедовал. И кто-то узнал, крещат, где он, и уехал, где он, 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 они бегут за мной. А я вот в другое дело, они туда, где он, они бегут ищут. Однажды в метро в Москве я спускаюсь, и там узнали. Крещат, вот он здесь, со всех сторон меня тут сгребли. Я им там проповедую в метро милиции. Я на территории Кремля проповедовал. Было бы желание. Но люди с разными обращаются. С разными просьбами. А даже я проповедовал. А Евангелие у меня есть. Около храма люди выходят. Я помолился и начинаю проповедовать. Подошла одна женщина, и мне три рубля. Три рубля, это деньги были. Она мне в Евангелие положила и говорит, помолитесь. Я говорю, о чем? Да чтобы Хрущев сдох. Ничего себе. Я еще киллер какой, что ли. Не буду молиться. Я буду молиться, чтобы он обратился в сумасшедший ленинист. Бесноватый, чтобы он покаялся. Вот сколько храмов погубил. Кукурузник бесноватый. Вот и все. Где проповедовать. А у меня вопрос, где я не проповедовать. У меня в городе, я иду, дом моды, фабрика, завод, хлебозавод. Нет ни одного места, где я не проповедовал. Ни одного нету нигде. Университетов, институтов, во всех проповедов. Во всех техникумах. Десятка школ. На телевидении, на радио. Ну нет места такого, где бы я не проповедовал. Даже в Вашингтоне, «Голос Америки», я там проповедовал. На «Голос Америки». Было бы желание, Бог тебя поднимет, дверь распахнет Я, говорит, открою, никто не закроет Мне не надо пример где-то брать У меня пример Христос, и я его голос слышу Я глухой Мирские звуки до меня мало доходят А голос его я слышу Давид говорит, однажды сказал Господь И дважды слышал я это Я два раза слышал Я отвечаю конкретно Прямо по цели Было бы желание Вот брат едет где Везде свидетельствуют Вот Володя, Володя-то вообще Такой молчу А приходит, сегодня я в автобусе говорил А вот пришел там где-то Женщина, где-то работает бабушка Дрова колется, познакомился с этой бабушкой А у нее там один запился, там сыновья какие Он работает И бабушке туда, что придет с Евангелия Большое у меня выпросил Крупное что было бабушке Подарил новый завет А теперь кажется магнитофон ей как-то достал Чтобы она, понимаете, любовь С него по его знаниям И столько и спросится Его это поприще И он находит где-то Где дрова колет, там и проповедует Дрова колет Ну велика ли должность-то? А он согревает людей Он нужный Он даже больше нужный Чем другой омоновис Вот дорогой мой брат Тебе отвечаю конкретно на вопрос Ты лежишь Не вытянутый А ты же проповедуешь Скольким людям ты уже рассказал Ты лежа облетаешь всю вселенную На этих роликах Вот перед тобой сидит Евгений Ты нашу беседу раньше слышал до встречи? Да Конечно Я же ее сделал Сам поставил И я ваши беседы тоже слышал Мне очень понравились эти ролики А вот теперь Скажите Ты думал раньше Что тебе нравилось Как мы с Сергеем беседуем И Сергей сделает так Что нас всех троих будет видно И мы будем беседовать Нет, я не знал Я не знал А у Бога это выверилось И он Я хотел Я хотел От живых Свел вместе Я хотел С Игнатием Тихоновичем Выйти вот так вот На связь в скайпе И долго не мог выйти Сначала там Вконтакте писал Потом на Майл.ру писал На Ютубе там Не писал А просто отмечал Что мне нравятся ролики там Комментарии может иногда Очень давал И никак не мог вот это Узнать логин Как выходить на связь Я тоже еще не очень Как бы владею Вот скайпом там Вот И Жду Жду Думаю Ну наверное я не достоин чего-то Меня наверное Принимают Еще как бы Ну не созревшего Или как там Ну не знаю Думаю Ну ладно И написал уже Игнатию Тихоновичу Там на Майл.ру Мне и ответов никаких В письменном виде На Майл.ру вроде не приходило Вконтакте пришло Вконтакте пришло О книгах вот да Все хорошо Ну вот Но мне же логин надо узнать Вот в скайп Чтобы выйти и поговорить Вот И потом значит это Ну как Я написал в Майл.ру Игнатий Тихонович Ну что-то типа Сейчас своими словами Просто скажу Игнатий Тихонович Вот Хотел бы с вами поговорить По-братски Вот на христианские темы Не праздный разговор Но Если вы мне ответите Прямо Если не ответите Тоже прямо Без обиды Все И вот так вот Ну оставил А потом уже Неделя Ну не знаю сколько Сколько-то дней прошло Никакого ответа Вообще Ну ладно Думаю Значит я что-то Не достоин Может быть Участвовать в разговоре Или что У меня разные мысли были Вот Но Что значит Потом раз Мне приходит вдруг Это Логин От Игнатия Тихоновича И Запись такая Можете выйти На связь В любое время И там Со скольки-то До скольки-то Как бы Ну Какие-то цифры были И вот Я так обрадовался Думаю Ничего себе Сразу вот Контакт Его вставил Вот так вот Нашел Ну В скайп Да И сразу нажал И думаю Выйдет или нет Получит связь или нет И вот у нас Первый ролик Тогда вот и Состоялся Тут дело такое Женя Вы вышли вконтакте А вконтакте Я не бываю Но у меня там Два человека Работают Модераторы Я не отдал И ко мне бросают На форум И все что вы писали На форуме На нашем В первой строчке Вопросы Которые задают Игнатию Лапкину Вы зайдите И вы там С фотографией Говорите Мне бы книги Оставили один Эземпляр А пока я накоплю Их может уже не быть Абсолютно правильно Книги идут к концу Я вам сказал Выйдите в Майл.ру Дайте мне точный адрес Точный И на следующей неделе Вы уже получите книги А рассчитайтесь Постепенно как будет Я сказал Я уже написал Написал адрес В Майл.ру А и все что вы говорили А теперь я пишу И эти модераторы Берут обратно И вконтакт Я не бываю там Но так как Православные Вот эти активисты А они нас блокируют Непрерывно И поэтому Вы не могли получать Долгое время Нас замораживают Да А я ответил вам В ту же минуту Как только получил Я сразу отвечаю Даже не в час А в минуту Так что А потом я вот С Сергеем хотел Это как бы Ну выйти на контакт Сначала вот письменно Как-то вышел Немного Потом думаю Надо как-то вот это По скайпу тоже С ним поговорить Пообщаться Но тоже не знаю Как по скайпу Логин же надо знать Я логин не знаю А теперь вот Сергей вот Сам вот он Как-то сделал Так действительно И втроем Сразу выяснили Это вообще удивительно Ну не то что удивительно А просто Радует Радует Вот Радость Такая А вот смотри Сергей Я сейчас только надел Наушники Наушники лучше слышно А я вот тоже В наушниках Это Чтобы это Лучше слышно было Китайцы Один долго изучал Воду и молоко И 10 лет прошло Он говорит А молоко лучше воды Так я с наушниками Это вот есть такой Фильм поставили Александр Сложенистов В круге первом Когда он заходит Перед Абаковым А это министр Внутренних дел И он заходит И сел И он так на него говорит А ты знаешь Ты сел Ах ты просил разрешение А зачем просить Раз вызвали Я и пришел Сел Зэк Там у них дело Такое было Вот так А почему сел Да говорит Сидеть Китайский Один ученый Сказал Сидеть Говорит Лучше чем стоять А лежать Еще лучше чем сидеть А тот Говорит Крутит Ой-ой-ой Да ты знаешь Я как могу Разговаривать Он сразу на него Как можешь разговаривать Худо будете Разговаривать Я совсем еще Вам не скажу И уйду Им нужно было прибор сделать Прослушивать Определять Кто сказал Ну видели этот фильм Там Евгений Миронов Играет Вообще сильно Певцов Дмитрий В круге первом Солженистына Просто зарядите Посмотрите Посмотрите Поймете О чем я говорю Поэтому Я книгу читал Я книгу читал Я этот эпизод Помню Он мне тоже Очень понравился А там Почему вот он так сделал Потому что Там же надо было Силы экономить В любой момент Могли на этап И куда-то Это И вот он Поэтому Как бы Силы Зачем тратить Когда надо Их экономить И он знал Что Ничего Он уже хуже То не сделает Ему Как бы Убить Только если Стрелять Он ведущий инженер Был Конструктор И он Я был тогда Говорит Там в Германии Это был И пришел Пришел Геринг Генерал какой А мне говорит Какая разница Кто он А этот сидит И слушает Ты-то Кто такой Тут И он Перед ними Точно Та же Шапку не ломал Вы во мне Нуждаетесь На этап Пожжет Я убью Помните Кавказский пленник У Толстого Жилин и Костылин Был Жилин Совсем Мало денег Давать А на тебя Убьем А убьешь Копейки Не получишь Я этого Не боюсь Ну убей ты меня А что тебе Какая выгода Василий Великий Говорит Если будете Убивать меня Я почувствую Как первый удар А второй удар Вы уже По мертвому телу Будете бить У меня Душа едва Держится в теле Вопросов нет больше У меня нету Все Тогда расходимся До следующего раза Ну что Поблагодарим его Это он нас свел Низкий поклон тебе Дорогой брат Да Спасибо Сергей Это он нас свел Благодарю От всей души Сергей Вас благодарю Слава Христу Слава Христу Тихо Я сейчас зайду Тогда Мы там С вами Еще Вопросы Решим Да Но хорошие уже Не вопросы Сергей Да Конечно Мы же С вами О нем Говорили Уже Они у него Не из эфира взяты А доработай В этой области Узнавай Где людей Что волнует И задавай вопросы Я готов ответить Если это по силам будет По силам По силам То что по писанию А иногда начинают Когда будет конец света Я говорю А Христос сказал Сын не знает Не надо выдумывать А может Бог Сделать такой камень Чтобы не избил Я говорю Ты свою дурость Не можешь сдвинуть А что тебя спрашивают Ну все брат Сергей Давай Разгоняй нас Все Расходимся До связи Давайте О Какой хороший вечер Сегодня был Вот подише Видишь как Мы настояли на этом И все ушло Кажется Все исчезло Вронит Сергей Спасибо за субтитры Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому